МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Леонтьев Александр Иванович, профессор кафедры газотурбинной и нетрадиционной энергоустановки МГТУ имени Баумана, доктор технических наук, иностранный член Национальной инженерной академии США, лауреат медали Лыкова, председатель Национального комитета по тепломассообмену РАН. Лауреат премии «Глобальная энергия» за фундаментальные исследования в области интенсификации процессов теплообмена в энергетических установках. Добрый день. Добрый день. Присаживайтесь. Итак, продолжаем, продолжаем осуждать наших лошадок. Мы, значит, как бы уже познакомились со второй лошадкой, с термодинамикой, которая знает, куда ей бежать. Увеличивать максимальную температуру в цикле и карнотизировать цикл. Вот несколько слов по этому поводу. Несколько слов по этому поводу. Вот здесь показан цикл, самый простейший цикл тепловой электростанции. Очень простой цикл. Вот имеется камера сгорания. Куда подается топливо? Топливо подается в топку. Так, в топке можно сжигать газ, лучше всего и приятнее. Можно сжигать мазут. Можно сжигать уголь. Это посложнее, но это не только можно, а нужно. Поскольку будущее – это угольная энергетика. Дальше, здесь немножко неудачно нарисовано, продукты сжигания топлива омывают трубочки котла. Эти трубочки расположены в камере сгорания. Иногда их располагают по поверхности топки. И по этим трубочкам циркулирует вода, которая воспринимает тепло от продуктов сгорания топлива. После того, как вода превратилась в пар, вот сверху нарисован вот эта вот змейка, это пароперегреватель, который тоже должен стоять в топке, так? Там пар перегревается до более высоких температур, поскольку мы уже с вами знаем, что чем выше температура этого пара, тем больше эффективность установки. Дальше перегреватель пар поступает на турбину. После турбины мы должны, в соответствии с корно, сбросить часть тепла в окружающую среду. Вот мы её и сбрасываем. Стоит конденсатор. В конденсаторе имеются трубки, по которым циркулирует вода, скажем, из окружающего водоёма. Или если водоёма нет, то, вы знаете, стоят большие градирни, которые служат для охлаждения вот этой воды, которая поступает в конденсатор для получения конденсата. И потом конденсат насосом возвращается снова в котёл и в топку. Теперь мы с вами знаем, что экономичность зависит от максимальной температуры. Но максимальная температура в этих циклах чем определяется? Максимальная температура пара определяется температурой стенок пароперегревателя. Температура стенок пароперегревателя зависит от того, какой вы используете материал для этих стенок. Он должен быть жаропрочным, но не очень дорогим, чтобы не вылететь здесь в трубу. Поэтому обычно современные температуры на современных тепловых электростанциях, температура пара, это где-то 500-550 градусов. Хотя перспективные проекты разрабатываются и на 600, и даже на 700 градусов. Но всё равно, даже на этом уровне температур, я уже говорил, КПД максимум 40%. 60% улетает в конденсатор. Ну вот, значит, мы не можем перепрыгнуть через 600 градусов температуру перегрева пара. И поэтому вот этот предел, 40% КПД, он именно этим ограничен. но что-то надо делать. И делается вот то, что делается, то, что я вам покажу, это и есть основной путь развития энергетики на ближайшее столетие. Вот следующая картиночка. Следующая картиночка. Это принципиальная схема парогазовой установки. Значит, в этом проекте, вот в этой конструкции, снизу вот показан обычный цикл паросиловой установки. Вот там, где пар идёт, вот он поступает на турбину, этот пар. Потом в конденсаторе он конденсируется, и потом эта вода снова возвращается в пароперегреватель, который вот здесь изображён такой трубочкой. А этот пароперегреватель омывается не продуктами сжигания топлива в топке, как это было раньше, а омывается газами, которые выходят из газовой турбины. А газовая турбина это устройство, как вы знаете, которое преобразует внутреннюю энергию продуктов сжигания газа в камере сгорания, в механическую работу на лопатках турбины. Но для того, чтобы турбина работала, часть энергии, которая получается на лопатках турбины, мы должны расходовать на компрессор, чтобы сжать этот воздух, который сжимается, проходит через камеру сгорания, и потом уже идёт на лопатки турбины. А зачем надо сжимать этот воздух? Для того, чтобы увеличить коэффициент полезного действия турбины. И таким образом мы как бы карнатизируем карнатизируемый цикл. На газовой турбине мы можем получить температуру в принципе до стихиметрических, скажем, до 3000 градусов, допустим, в принципе. Я об этом несколько позже скажу. А современный уровень температуры газовой турбины 1500 градусов, 1200, 1500, это тоже достаточно высокий уровень. И вот коэффициент полезного действия вот такой комбинированной установки, они называются парогазовыми, составляет уже 60%, то есть почти в два раза больше, чем КПД тепловых электростанций, которые сейчас стоят, так сказать, по всей нашей стране. К сожалению, парогазовых установок у нас всего 6 штук стоит. Всего. и то наполовину неотечественное оборудование, к сожалению. То есть газотурбинные установки вот на этих станциях, к сожалению, импортные. А две-третьих мощности в парогазовой установке получается на газовых турбинах. Паровая часть наша. Ну и то хорошо, хоть что-то остается для отечественного энергомашиностроения. Ну, в принципе, конечно, идеальный вариант был бы такой, если бы мы всю установку делали на собственном оборудовании, на собственных технологиях и так далее. Если государство поможет, то наша промышленность в состоянии освоить производство газовых турбин, в том числе и для парогазовых установок. Эта проблема обсуждалась и обсуждается на многих конференциях, совещаниях и так далее, и так далее. Но пока вот ситуация такая. теперь ясно. Надо повышать температуру газа перед турбиной. И тогда мы увеличим коэффициент полезного действия установки в целом. А чем здесь мы ограничены? Если в области паросиловой установки мы ограничены температурой стенок пароперегревателя, то для газотурбинной установки для нас ограничительным является температура лопаток газовой турбины. Наиболее напряженный элемент. Если лопатка газовой турбины держит температуру 800-850 градусов, если температура лопатки будет больше, она просто разрушится, турбина не будет работать. и тем не менее турбины работают. Вот я сейчас покажу вам один график, где показаны те коэффициенты полезного действия, которые сейчас уже освоены. Ну вот по оси ординат коэффициент полезного действия энергоустановки, по оси максимальная температура в цикле. Вот видите, 40% это паратурбинные установки обычные. Вот от 20 до 40% в зависимости от начальной температуры. Газотурбинные установки, их тоже много в чистом виде, просто без парового хвоста. Они тоже занимают большую долю в производстве электроэнергии. Вот современные КПД 42-43% А вот газотурбинные установки и паратурбинные, то есть парогазовые установки, вот выходят на уровень 60%. Ну есть варианты, скажем, газовые турбины с топливными элементами, об этом еще не говорили, ну где-то там уровень 65%. Но это серьезный прорыв, как вы сами понимаете, по сравнению с 30%. грубо говоря, вы можете получить ту же энергию в два раза меньше, сжигая топливо. Так что вот генеральный путь развития современной энергетики. Еще раз повторяю, он невозможен без государственной поддержки. Теперь есть разные другие варианты комбинации парасилового цикла и газотурбинного. Я с удовольствием покажу эту схему, поскольку она была предложена в свое время академиком Христиановичем, с которым мне посчастливилось работать в Сибирском отделении Академии наук, где я 10 лет проработал. Я даже принимал участие в разработке этого проекта. Ну вот здесь тоже смысл такой. Вот два это камера сгорания. Камера сгорания. Значит, в камеру сгорания поступает топливо, газ, так, и пар поступает. Туда же поступает пар. Вот сверху колубинской линии это пар. Значит, из камеры сгорания выходит смесь продуктов сгорания и пара. И вот эта смесь поступает на паровые турбины, две паровые турбины, потом идет в пароподогреватель, в котором вода, поступающая в паровую турбину, нагревается, срабатывается перепад в паровой турбине. Вот два генератора. Вот такая схема, она разрабатывалась в сибирском отделении. Было много дискуссий на эту тему. Но, к сожалению, у нас она не была построена, хотя могли бы это сделать. Но подобную схему американцы попробовали реализовать, она у них успешно работала. потом там возник некоторые проблемы, связанные с подготовкой воды. Это целая, здесь она не показана, целая система должна быть, мы должны в камеру сгорания чистую воду подавать, иначе там просто даже процесса горения не будет. Пока эта схема не пошла, но тем не менее вот такой вариант есть. Ну вот, скажем, здесь есть варианты, над которыми мы сейчас работаем. может быть вы обратили внимание на первом же слайде, на самом первом, были два лейбла, лейбл Московского государственного университета и лейбл Московского государственного технического университета имени Баумана. Между нашими университетами существует некий договор о содружестве, о проведении совместных работ и так далее, и появилась возможность создать лабораторию межвузовскую. Межвузовскую лабораторию. Мне кажется, очень интересные начинания. Вот мы такую лабораторию создали. В этой лаборатории работают и сотрудники МГТУ, и сотрудники МГУ. У нас имеются стенды и в Институте механики МГУ, и в МГТУ имени Баумана. И те ребята, которые интересуются той тематикой, которой мы занимаемся, я сейчас к ней перейду, они могут работать и в МГУ, и в МГТУ, и вообще в любом месте могут работать. Если их интересует наша тематика, они могут подключаться к нашей тематике, оставаясь сотрудниками любой организации. Вот это очень интересно, потому что не так просто найти энтузиаста в каком-то направлении, а здесь появляется возможность человеку подключиться к разработке тех идей, которыми он интересуется. Есть Калужский филиал. Вот там у нас есть очень хороший коллектив подобрался, с молодыми ребятами, способными, и там мы разрабатываем уже конкретные вещи. Вот я хочу сейчас показать один из таких проектов, который делается как раз на Калужском филиале. Вот обратите внимание, значит, имеется топка, вот это вот изогнутая с оранжевыми вот этими закрылками, это топка. Сюда подается топливо. Это может быть газ, может быть уголь, и сюда же подается вода, которая превращается в пар и в перегретый пар. А этот перегретый пар поступает в камеру сгорания для того, чтобы охладить стенки этой камеры сгорания. А в камере сгорания сжигается водород и кислород, который получается отдельно с использованием той энергии, которую мы получаем на станции в целом. В результате сжигания водорода в кислороде мы можем иметь температуру на уровне трех тысяч градусов, так? Это тот предел, до которого мы можем подняться. Но три тысячи градусов надо стенки охлаждать. Мы эти стенки охлаждаем вот тем паром, который выходит из нашего котла. Причем охлаждаем так, как охлаждаются жидкостные ракетные двигатели. Там тоже температура три-три с половиной тысячи градусов, но вдоль стенок пускается газовая завеса с более низкой температурой, нельзя так сказать, с менее низкой температурой, которая защищает вот эти стеночки от воздействия высокотемпературного газа. На выходе вот из этой камеры сгорания мы еще добавляем пар, разбавляем вот тот пар высокотемпературный, который получился в камере сгорания, и в результате мы можем на входе в турбину паровую иметь температуру, неограниченную стенками пароперегревателя, практически любую температуру иметь, лишь бы была надежная система охлаждения. Вот я потихонечку подбираюсь к той тематике, которой мы занимаемся. Значит, если у вас есть надежная система охлаждения, вы можете получить пар, скажем, с температурой полторы тысячи градусов, пустить этот пар в паровую турбину и получить КПД на уровне 50-60%. Вот такая установка. Идея была выдвинута в институте высоких температур в лаборатории Малышенко Стариста Петровича. Ну, у него немножко другие подходы, здесь немного другие подходы, но этими двумя подходами я являюсь руководителем, так что у меня есть возможность как бы смотреть, как они между собой конкурируют. Ну, и очень интересные получаются результаты, мы надеемся на то, что в ближайшее время вот такая установка будет сделана, но более ответственный элемент, это камера сгорания, конечно, она уже отработана с привлечением института теплофизики из сибирского отделения, кстати говоря, один из лучших институтов теплофизических не только у нас в России до сих пор, но и в мире, там много способных молодых ребят, ну, я об этом несколько позже скажу, вот такая есть идея, так? Теперь, как вообще увеличивать температуру газа перед газовой турбиной, если температуру после камеры сгорания может быть 3000 градусов, температуру, которую держат лопатки турбины, вот интересный график, значит, сверху показана температура, которая в настоящее время освоена промышленностью, максимальная температура из современных тепловых двигателей это газовые турбины, ну, скажем, авиационные газовые турбины, так, там осваивается максимум температур, ну, вот видите, максимально освоенные температуры, ну, вот 2010 год это 1800 градусов, потом мы надеемся выйти даже на стихиметрические температуры максимально возможные, а вот снизу показаны те температуры, которые выдерживает материал лопаток турбины, это где-то вот на уровне максимум 1400 градусов с соответствующими там покрытиями и так далее, значит, чтобы турбина работала, мы должны вот этот перепад температур 1900-1400, каким-то образом снять, то есть защитить лопатку турбины, вот я уже об этом говорил, здесь используются различные методы, внутреннего охлаждения лопаток недостаточно, приходится часть охлаждающего воздуха выпускать наружу, на поверхность лопатки, организовать завесу газовую вдоль поверхности лопатки, и чтобы все это рассчитать, оптимизировать, мы должны вспомнить о третьей лошади, которая была на первом рисуночке, то есть о теории теплообмена, теория теплообмена это та теория, где работают тысячи, какие-то тысячи, десятки тысяч людей до сих пор, это я просто вам для информации, что это не какой-то как бы вчерашний день, вот существует такой международный центр по этим обмену, каждый раз в четыре года проводятся конгрессы, этот центр проводят по нескольку конференций в году, посвященные различным вопросам тепломассообмена, есть национальный комитет по тепломассообмену, Российская Академия наук, которая является одним из создателей этого центра, вот ваш покорный совглав, председатель вот этого комитета, мы тоже внутри проводим конференции по теплообмену, вот недавно прошла пятая конференция, наша национальная по тепломассообмену, очень много интересных докладов, то есть это наука, которая продолжает интенсивно развиваться, и здесь есть определенные успехи, но есть и проблемы, что гораздо интереснее, проблемы, которые приходится решать, в частности связанные с разработкой оптимальных систем охлаждения. Ну и теперь по традиции несколько слов об истории нашей науки теплообмена. Ну, считается, что первым теплообменщиком был Ньютон, потому что он в свое время записал вот такую формулу, формула для определения разогрева тела и для охлаждения нагретого тела, помещенного в поток газа, причем это какой-то 1725-й может быть год, вот так, вот он написал такую формулу, то есть он сделал предположение, слева теплоемкость на изменение температуры по времени, уравнение дифференциальное, как вы знаете, Ньютон является основателем дифференциальных уравнений, значит, слева это интенсивность нагрева тела, а справа он сделал предположение, что это тело, интенсивность нагрева зависит от перепада температур между температурой тела и температурой набегающего потока, И ввёл некий коэффициент пропорциональности, который потом назвали коэффициентом теплоотдачи, и вокруг которого сейчас весь сыр-бор в нашей теории теплообмена. Значит, Ньютон был первый, кто сделал вот это предположение. Следующий очень серьёзный шаг в области теории теплообмена был сделан Фурье. Фурье – это современник Карно. Я же говорил, что он тоже не понял идеи Карно. Но он внёс такой существенный вклад и в теорию теплообмена, и в математику вообще, что это ему можно простить. И здесь же появляется наш соотечественник Астроградский, который у Фурье был аспирантом, и внёс решающий вклад в формулировку задач теории конвективного теплообмена. Вот Фурье сделал предположение, что изменение какого-то элементарного объёмчика, вырезанного в потоке жидкости или газа, так, вот элементарного, пропорционально, совершенно естественное предположение, пропорционально всем тепловым потокам, которые входят в этот объёмчик. Дивергенция Ку. Значит, РОЦПДТПДРО и Дивергенция Ку. Ку-вектор. И гипотеза Фурье, что этот вектор Ку пропорционален градиенту температур. Это вообще интереснейшая вещь, потому что он выступил, Фурье выступил против Ньютона. Ньютон считал, что все проблемы решены с точки зрения механики, и что и теплодачу можно рассчитать, если считать ударение отдельных молекул в поверхность тела. То есть всё считается с точки зрения механики. Тогда вообще был очень популярен во времена Фурье, вот этот механический подход, даже многие социальные проблемы предлагалось решать с помощью законов механики. Вообще интереснейшая область, конечно, очень интересная. А Фурье сделал простое предположение, не надо никаких молекул, ничего не надо. Делаем предположение, что тепловой поток пропорционален градиенту температур. А вот этот коэффициент пропорциональности – это теплофизическое свойство вещества, в котором идёт распространение тепла. Сразу была сформулирована математическая задача о распространении тепла в твёрдом теле, в неподвижном. Надо было решать вот это дифференциальное уравнение. Тут же Фурье разработал очень сильные математические методы решения вот этих уравнений, которые до сих пор широко используются. А наш соотечественник Остроградский, о нём тоже можно отдельную лекцию прочитать, это очень интересный учёный был, он сделал предположение, что давайте под Ку будем понимать не только то, что передаётся за счёт теплопроводности, но и то, что в этот элементарный объёмчик вносится с конвекцией через выделенную поверхность, часть энергии, вот С, С, П, температура, Ро на скорость, вектор скорости, часть энергии вносится, часть энергии выносится, а разница между ними то, что остаётся внутри этого объёмчика и идёт на изменение теплосодержания. И сразу появилось уравнение энергии, дифференциальное уравнение энергии, которое и лежит в основе всех существующих расчётов. Вот это был очень серьёзный шаг, появилась теория теплообмена. Потом можно называть очень много фамилий, но я бы в следующем назвал фамилию Рейнольца, ну, вам всем хорошо знакомая фамилия, потому что Рейнольц первый обнаружил турбулентный режим течения. Казалось бы, всё хорошо, есть дифференциальное уравнение энергии, есть уравнение движения, уравнение разрывности, решай уравнение, и всё. Закладываю туда табличные данные для теплопроводности и вязкости. Однако оказалось, что при определённых режимах вот этот спокойный ливенанно режим переходит в турбулентный, и всё перемешивается. Рейнольц этот факт возникновения турбулентности обнаружил экспериментально. Интересно, что до сих пор эта установка работает, и на ней студенты Манчестерского университета, он там заведовал кафедрой, проводят эксперименты, то есть крутят тот же винтик, который крутил Рейнольц в своё время. Рейнольц обнаружил, что при определённых скоростях в данной трубочке ламинарный режим переходит в турбулентный. Струйка чернил до этой скорости спокойненько распространяется по центру, практически не размываясь, и вдруг с какого-то момента всё перемешивается. Переход к турбулентному режиму. И Рейнольц же, его не испугала эта проблема. Во-первых, он понял, что практически почти все режимы турбулентные. Так что, если мы не сможем считать турбулентность, у нас никакой теории теплообмена не будет. И он тоже выдвинул очень смелую идею заменить вот этот сумбурный турбулентный режим неким стационарным режимом, с какой-то стационарной скоростью, с стационарной температурой, и вокруг этого стационарного значения рассмотреть пульсации скорости и температуры. Турбулентные пульсации. Значит, в тех же уравнениях движения и энергии, которые были для ламинарного случая, появились некие дополнительные члены. Мы сейчас так их и называем. Турбулентный перенос тепла, турбулентный перенос импульса, турбулентные напряжения Рейнольца. Но до того, как сформулировать некие модели, здесь уже надо было формулировать некие модели для определения вот этих турбулентных напряжений, чтобы замкнуть систему уравнений, Рейнольц, это, конечно, только гений мог сделать. Вот он рассмотрел такой случай. Связь между переносом тепла и переносом импульса. Ну, если говорить проще, связь между количеством тепла, которое передаётся от теплоносителя к трубе, и сопротивлением, перепадом давления, которое надо, чтобы протолкнуть этот теплоноситель через трубу. Он одну мысль озвучил. Он сказал так, что предположим, что в турбулентном режиме одни и те же комки жидкости переносят к стенке из ядра и тепло, и количество движения. И тогда сразу получил вот эту известную аналогию Рейнольца. Связь между тепловым потоком слева безразмерным и коэффициентом трения безразмерным. Так называемая аналогия Рейнольца, которая лежит в основе большинства современных методов расчёта трения и тепловмена. Об этом мы тоже несколько позже поговорим. Следующий шаг. Можно было, конечно, можно было ещё называть ими, да, многих учёных, но на одной из конференций международных профессор Эккерт, вот он умер недавно, не дожив несколько месяцев до столетия, известный наш классик в области теории теплообмена. Так вот, на одном из последних конгрессов по теплообмену он сказал так, что в теории теплообмена от 20-го века останется два результата. Два. Один результат – это формула Прантля для турбулентного касательного напряжения. Почему вот Эккерт это выделил, я его понимаю. У него у самого все его достижения построены на таких логических рассуждениях мысленных. А здесь Прантли, известный гидродинамик, он же основатель теории пограничного слоя, положенной в основу теории теплообмена, рассмотрел турбулентный пограничный слой. Ну что можно сделать с турбулентным пограничным слоем, когда там всё перемешано? И вот он рассуждал так. Допустим, имеется стенка, вдоль этой стенки течёт турбулентный поток. Как определить турбулентное касательное напряжение, вот это вот между пульсацией без скоростей продольных и поперечных, для такого турбулентного потока? Он делает предположение, что это турбулентное напряжение зависит от плотности жидкости, зависит, ну зависит. Чем меньше плотность, тем меньше напряжение, так? Дальше какой-то масштаб турбулентности должен быть. Ну, от масштаба турбулентности такая пластинка или вот такая, тоже должно зависеть это касательное напряжение. Вот он включает сюда L, этот масштаб. Ну и первое, что приходит в голову, по-видимому, зависит от градиента средней скорости по сечению. Вот он эти записал четыре параметра, размерных. А дальше мысль, которая проходит через всю теорию теплобмена, да не только теорию теплобмена, что явление, любое явление, с которым вы сталкиваетесь, не зависит от выбора единиц измерения. Это совершенно естественно для процесса, для явлений. Какая разница, в каких единицах вы измеряете скорость, температуру, давление, не должно иметь никакого значения. Следовательно, связь между переменными, описывающими данное явление, должна быть выражена в безразмерном виде. И в данном случае, вот из этих четырёх параметров, которые Пранк выявил, можно составить один безразмерный комплекс, единственный. Вот он нарисован, этот комплекс, это Тау, делённый на Ро, на масштаб в квадрате, градиент скорости в квадрате. Это должна быть некая константа, универсальная, если Пранк прав. И оказалось, что Пранк прав, что действительно, вот эта К, вот эта некая константа для всех турбулентных потоков. Вот эта известная формула Пранкля, она по существу, ну, как луч света, вот в тёмном царстве, в этом, там было море эмпирики всякое, страшно вспоминать. А он вот предложил вот такую простую модель. И сразу всё встало на свои места. Здесь тоже наш соотечественник, кстати, внёс свой вклад. Некурадзе, который был послан к Пранклю на учёбу для, из Советской России, и тогда ещё, чтобы там проходить аспирантуру, он провёл эксперименты, ведь из этой формы он сразу получается известный вам логарифмический профиль к России. Некурадзе первый, кто экспериментально проверил этот профиль, нашёл вот эту константу турбулентности постоянную, и до сих пор, значит, конечно, его фамилия Некурадзе вот в ряду классиков нашей науки. А второй результат в теории теплообмена, о котором сказал Экерт, вот это интересно, второй результат, который войдёт в теорию теплообмена от 20 века, он назвал так называемую гидродинамическую теорию теплообмена Кутателадзе. Кутателадзе – это наш соотечественник, выраженец Ленинграда, очень у него интересная биография, в конце концов мои пути с ним пересеклись тоже в Новосибирском академгородке, так что мы с ним практически работали вместе до его смерти. Очень интересный учёный, я мог о нём прочитать отдельную лекцию, но Экерт на что обратил внимание? Вот один из сложнейших разделов теории теплообмена. Как считать теплодачу, если жидкость, обтекающая поверхность, начинает кипеть? Мало того, что там турбулентный режим, всё перемешано, а здесь ещё появляются пузырьки пара, которые дополнительно всё перемешивают вблизи стенки. Ну вот как определить, сколько тепла будет передано от жидкости к стенке при данном перепаде температуры. Очень сложные проблемы, до сих пор нерешённые, но я об этом скажу несколько позже, а может быть сейчас. До сих пор нет, до сих пор, несмотря на уникальное развитие вычислительной техники, я об этом тоже скажу попозже, до сих пор не удаётся рассчитать теплообмен при кипении жидкости. Более того, до сих пор нет единой точки зрения на механизм теплообмена. Но потом, когда были проведены эксперименты, а надо сказать, что эксперимент, особенно в таких сложных ситуациях, посуществляется одним из наиболее мощных таких прожекторов, который позволяет направить мысли учёных для объяснения вот этих процессов. Эксперименты показали тонкие, что измерялась температура под пузырьком пара, пока он сидит на стенке. Согласно поршневому механизму, пока пузырь сидит на стенке, температура под ним должна расти, потому что стенка покрыта паром, а пар имеет теплопроводность на порядок меньше, чем теплопроводность воды, то есть часть стеночки изолирована, и стенка должна разогреваться. А когда пузырёк оторвался и отбросил перегретую жидкость, на его место поступает холодная жидкость из ядра, температура стенки должна уменьшаться. Казалось бы, в соответствии с поршневым механизмом, а всё получилось наоборот. Оказалось, пока пузырь сидит на стеночке, температура под ним уменьшается, а когда он оторвался, температура увеличивается. Вот такой экспериментальный факт всё перевернул. Ну, и появились разные подходы, но в конце концов всё свелось в так называемой теории микроплёночного кипения. И здесь тоже вклад нашего учёного был такой профессор Лабунцов Дмитрий Александрович, это его докторская диссертация, вот он показал, что основной механизм увеличения теплодачи при кипении это испарение жидкости, микрослоя жидкости между пузырём и стенкой, пока пузырь сидит на стенке. Ну, вы знаете, что при испарении плёнки температура уменьшается плёнке, потому что молекулы, имеющие большую скорость, вылетают из этой плёнки, остаются холодные молекулы. И тогда в соответствии вот с этой теорией микроплёночного кипения всё встало на свои места. Действительно, пока пузырь сидит, плёночка испаряется, она охлаждается, стенка охлаждается, пузырь оторвался, подтекает жидкость, и температура стенки начинает увеличиваться, пока не образовался новый пузырь. Просто покажу портреты наших соотечественников, которые внесли серьёзнейший вклад в теорию теплообмена и получили международное признание. Слева это член-корреспондент Кружилин Георгий Никитич. Ну вот он является основоположником интегральных методов расчёта по граничному слову. Справа тоже член-корреспондент Ивлев Виталий Михайлович, один из наших ведущих, специалистов в области ракетной техники. Ну и вот таким образом я хотел подчеркнуть, что в теории теплообмена вклад наших соотечественников очень существенный и признан международным сообществом. Недаром, например, одна из самых престижных медалей международных, которые вручаются Международным Центром по теплообмену, носит название медаль Лыкова, Алексей Васильевич, это наш соотечественник, который внёс существенный вклад в теорию теплообмена. Вот. Но я так понимаю, что я должен уже заканчивать. Я хотел вам рассказать о тех работах, которые ведутся вот в нашей объединённой лаборатории. Частично я об этом рассказал, когда говорил о цикле, вот нашем цикле. А вот в институте механики мы проводим исследования теплообмена методов интенсификации теплообмена. Очень важное направление. Оно будет вечно зелёное всегда. Как создать такую поверхность, чтобы с неё можно было при данном перепаде температур снять максимальное количество тепла? Вот здесь много всяких интересных идей есть. И единственный результат существенный, который сейчас можно получить в этой области, это сочетание численного эксперимента, физического эксперимента и мысленного эксперимента. Иногда очерёдность нарушается. Ну вот придётся на этом кончить, хотя откровенно говоря я планировал ещё рассказать о том, как мы готовим молодёжь, как мы готовим молодёжь наше будущее, в том числе и нашей науки. Ну вот у нас есть школа молодых учёных, она активно работает, школа молодых учёных, вот здесь показан маршрут этой школы, видите, она с 1977 года работает, уже там выпущено из участников школы, до возраста Христа, участники школы, более двух тысяч кандидатских диссертаций, двести докторской диссертаций, в общем, очень оказалась производительная вещь, и ни разу ни одного заседания мы не сорвали, несмотря на катаклизмы, которые были в период перестройки, очередная школа будет через полгода в Звенигороде, всех присутствующих приглашаю принять участие в этой школе, у нас там сложилось своё сообщество теплофизиков, а дивизм школы мы берём известные высказывания Тама, известные высказывания Тама, он сказал так, что ученик это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь. Вспомните начало моей лекции, когда появился человек, когда он зажёг факел. Вот мы пытаемся в наших учениках зажечь этот факел. Спасибо за внимание, готов ответить на вопросы. Здравствуйте, меня зовут Черных Александр. Александр Иванович, подскажите, пожалуйста, наше время отмечено своими собственными Архимедами, Корно, Ползуновыми. Может ли кто-то встать с ними в один ряд сейчас или в перспективе? Назовите, пожалуйста, какие конкретные имена и что они сделали для развития энергетики. Спасибо. Ну вот я вам показывал портреты своих современников, людей, которые действительно внесли вклад серьёзный в теорию теплообмена. Кружилин, Ивлев, Кутутеладзе, который вообще считается признанным теплофизиком во всём мире. А вот из современников появляются иногда очень талантливые ребята, очень талантливые, но потом куда-то они исчезают, вот, к сожалению. Вот мы всё надеемся, что вот наступит такое время, когда, ну, действительно появятся наши ползуновы, наши остроградские. Я уверен, что она наступит, абсолютно в этом уверен. Но вот, к сожалению, когда, неизвестно. Но будем надеяться на лучшее. Егоров Кирилл, МГТУ Минибаумана. Александр Иванович, вы всё время говорите о поддержке государства в энергетике. Вот считаете ли вы, что необходимо точечно поддерживать те проекты, где мы пока ещё лидируем? То есть, ну, в частности, вы сказали о реакторах, скажем, на быстрых нейтронах. Спасибо, это очень серьёзный вопрос. Безусловно, я думаю, что в первую очередь надо поддерживать те проекты, где у нас лидирующее положение. По быстрым нейтронам действительно у нас лидирующее положение. И, конечно, это направление надо поддерживать. лидирующее. вот, знаете, к сожалению, очень сложно пробивать вот эти проекты, доказывать тем, кто распоряжается деньгами, что именно сюда надо направить средства. Потому что, с моей точки зрения, некоторые люди, ну, не все, конечно, от которых зависит распределение денег, они как-то не смотрят в будущее. Они поддерживают те проекты, которые вот могут дать выгоду через год, через полтора, через два. Но серьёзные проекты за два года не решаются. Это должны быть десятки лет. Ну, вот, надо, чтобы государство поддерживать. Если государство не будет поддерживать, то здесь ничего не будет, ничего не получится. И потом надо смотреть за границу, там же я уже сказал об этом, что основные энергетические проекты серьёзные поддерживаются государством, даже в мире бизнеса, в мире рынка. Просто нет другого выхода. Потому что серьёзные энергетические проекты, в том числе и на быстрых нейтронах, запкнутый цикл по ядерному топливу, это очень серьёзный проект, он не имеет инновационной привлекательности. Но для государства это будущие энергетики, которые обязательно придёт через 100 лет, через 200 лет, мы от этого никуда не уйдём. Но для того, чтобы там не оказаться в хвосте, мы сейчас должны вкладывать какие-то деньги, растить кадры, растить собственных ползуновых, лободосовых. Ну вот, очень серьёзный вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...